Посмотрите на Ахтаева. Он сработал как расходник, как одноразовый для кадыровцев. Как контрацептив он у них отработал. И все, он залетел. На пожизненный срок человек сел. Он больше не интересен никому. Вот что получил этот человек, убив Анзора из Вены. Дочь Кадырова стала министром. Мы ждем. Сейчас сын Кадырова подрастает. Уже 18 лет ему скоро исполнится. Его куда-нибудь назначат. Следующий еще какой-нибудь подрастет. В общем... Томсор, расскажи про шестеро задержанных в Турции. Да, это тоже, кстати, очень важная новость. В Турции были задержаны шестеро граждан России. Как об этом заявили турецкие СМИ. И сегодня телеграм-канал Security Turkey опубликовал фотографию одного из задержанных. И это чеченец. Они утверждают, что это человек небезызвестного Дукузова. Дукузов, если кто не знает, это человек обвиняемый в убийстве Пола Хлебникова. Это человек, который стоит за убийством Анзора из Вены. Проживает сейчас в республике. И решает такие вот грязные дела. Это человек, который пытался организовать убийство Георгия Габуния в Грузии. У них это не получилось. В общем, один из задержанных в Турции, это, по крайней мере, телеграм-канал Security Turkey утверждает, что это его человек. Они написали там даже его имя. Я сейчас забыл, как его зовут. В общем, не исключено, что остальные задержанные, еще пять человек, может быть, тоже чеченцы. Может, кто-то из них будет чеченец. Какие-то, возможно, кадыровские киллеры, какие-то ребята, которые приехали. Видимо, они же очень сильно обижены, оскорблены тем, что произошло в Стамбуле, когда одного кадыровского преступника отмудохали, а второго, ну, ему дали шанс, как бы он записал там ругательство, потом уехал, начал объявлять всем кровное месть. Они, естественно, очень сильно этим оскорблены, ущемлены. И понятно, что они будут сейчас просто носом рыть землю, пытаться отомстить, убить этих ребят. Но сейчас этого у них не получилось. Турецкие спецслужбы и полиция сработала оперативно. Этих людей задержали. Будем надеяться, что им будет предъявлено обвинение, и они сядут, понесут свое наказание, затем будут депортированы в свою Россию, матушку. Валат, вчера как раз я думал, вспоминал об этом человеке. Представьте, на пожизненный срок чувак залетел, все, остаток своих дней, своих жалких дней он проведет за решеткой. И так как бы немолодой уже. Тради чего он это сделал? Просто взял и всю свою жизнь испортил. До чего это опрометчиво? Это вам, потенциальным киллером кадыровским, это вам на заметку, задумайтесь об этом. Посмотрите вот на Ахтаева. Он сработал как расходник, как одноразовый для кадырова, для кадыровцев. Одноразовый, вы же знаете, что такое одноразовое? Что использует одноразовый, в одноразовом смысле? Как контрацептив он у них отработал, понимаете? И все, он залетел. На пожизненный срок человек сел. Да, он как бы живет, и в то же время его нет. Жизнь его продолжается, но для окружающих, для его семьи, для родственников, для всех нас его уже нет. Он где-то там в какой-то камере, в каком-то учреждении сидит. Он больше не интересен никому. Вот что получил этот человек, убив Анзора из Вены. И, возможно, у вас тоже будет ждать нечто подобное. Подумайте об этом, когда будете в следующий раз приезжать для совершения преступления в европейскую страну. Дочь кадырова стала министром. Кстати говоря, это тоже, конечно, новость. После этого появился мем. Есть такая фотография, где кадыров сидит со всем своим семейством. И уже эта фотография рассылается, ну как мем, подписанная, что это вот будущий кабинет министров. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. На самом-то деле, действительно, этих людей, всех этих детей надо будет куда-то пристраивать. А куда их пристраивать? Конечно, на хорошие должности. В общем, мы ждем. Сейчас сын кадырова подрастает, да, уже там 18 лет ему скоро исполнится. Его куда-нибудь назначат. Следующий еще какой-нибудь там подрастет. В общем, всяким Иудовым, Делимхановым им придется посторониться. Не ваши дети будут на этих должностях, а дети вашего падишаха, если к тому времени, конечно, вы и все оттуда не будете вынуждены бежать. А я надеюсь, что к этому времени вас уже там не будет, и запаха вашего там не будет. Салават. Как относишься к Дмитрию Муратову и новой газете? С уважением отношусь в целом и к газете, и к Дмитрию Муратову. Не значит, что я с ним во всем согласен. Понятно, что он иногда может высказать мысли, с которыми в корне невозможно согласиться. Понятно, что он, хоть он и считает себя экспертом в вопросах Чечни, хоть он и действительно во многом разбирается гораздо лучше, чем даже многие занимающиеся нашей республикой. Но в то же время у него, конечно, во многом абсолютно неправильное видение. Но надо понимать, что это все-таки российский журналист, это главный редактор российского издания. Но у него может быть свой взгляд личный, во-первых. Во-вторых, он может быть не в курсе многих моментов. Даже Милашина, которая очень плотно занимается нашей республикой и очень хорошо разбирается во многом, даже она иногда говорит такие вещи, которые понятно, что она как бы не понимает их. И ее вели, кто-то вел ее в заблуждение. Она может озвучить, допустим, какое-то видение или мнение, которое на самом деле является очень редким в нашем народе. Но в целом они делают полезную работу и отношение к ним, конечно же, уважительное. Когда просто у нас многие привыкли к тому, что если ты говоришь, что к кому-то ты относишься уважительно, то ты как будто бы подписываешься под каждым его словом. Нет, мы можем во многом с ними спорить, в чем-то с ними не соглашаться, но когда они делают полезную работу, невозможно их за это не уважать. Субтитры создавал DimaTorzok